Поднимаетесь на фуникулёре и здесь вид на весь город красота ой-ой-ой зашли в ботанический сад по 4 лари отдали на человека ну в принципе очень экономично мороженце из вина из вина никто не хочет здесь просто рай райский уголок а здесь как какое-то будущее попадаешь или в марвел на съемки марвел смотрите здесь тони старк живет грузинский просто это обязательно маски а вот с этой стороны наверно лучше будет нашу гостишку показать вот видите вот так вот она выглядит наш номер вот там вот это вот там я выходил и показывал вам сверху вниз теперь снизу вверх мы взяли отель в старом тбилиси это район историческое сердце столицы район включает кварталы абонатубани салалаки чугуретти и метэхи ранее эксклюзми если я произношу неправильно но что есть то есть помимо узких улочек одним из самых узнаваемых местных элементов являются резные деревянные балконы гуляйте фотографируйте и попробуйте найти одинаковые балконы на разных зданиях с металлическими опорами с деревянными с геометрическими фигурами изображающие цветы животных полукруглые прямоугольные выходящие на улицу во двор узкий длинный вы кстати можете обратить внимание и на тбилисские парадные именно парадные подъездами их у меня язык не повернется назвать возьмем например дом калантарова заходя внутрь попадаешь как будто в театр здесь сохранились и плафон и кружевная лепнина и перила из мрамора и даже камин еще одна известная парадная так называемый калейдоскоп она находится на улице бетлеме в здании с витражной лестницей само здание образец архитектуры 19 века является историческим памятником а старинным цветным стеклам уже более ста лет а для того чтобы фоткаться в красивых белийских парадных и на фоне балконов и сразу же постить все это в запрещенной соцсети хотя нет мы же в грузии здесь нет ничего запрещенного вам понадобится местная сим-карта здесь всего три мобильных оператора макти силкнет и уже известный многим билайн сами симки тоже платные оплачиваются отдельно тарифа макти стоит 10 лари силкнет и билайн 5 лари если вам нужен интернет и побольше то выгоднее всего взять макти так как там есть безлимит стоить будет 32 лари чуть больше тысячи рублей то время как пакет на 20 гигов обойдется всего на 2 лари меньше к тому же этот оператор охватывает почти сто процентов страны поэтому вы сможете постить селфики даже из гор старом тбилиси где бы вы не находились вы всегда будете видеть крепость это нарекала крепостной комплекс разных эпох откуда открывается вид на город еще раз фуникулер очень многие хотят прокатиться на фуникулёре я не исключение еще не катался на фуникулёре здесь видите крепость такая дальше сюда у нас вот он фуникулер в этот штучка а вот метро кстати мы с тобой не катались на метро концу проходим и садимся друг напротив друга окей а ой как красиво ой как красиво фантастика прям стоите в очереди минут 30 поднимаетесь на фуникулёре и здесь вид на весь город красота а фуникулер то тоже быстро правда едет r пару минут две-три минуты все понимаете стоит стоит копейки мы даже не посчитали вот тут терраса еще какая-то видите можно кстати подняться по лестнице вот но когда жара за 30 градусов еще вы если вчера выпили вина бутылок то она не очень как-то поднимается здесь же рядом 20 метровый монумент мать грузии статуя женщины которая держит в одной руке меч а в другой чашу с вином крепость много раз захватывали византийцы монголы персы то крепость который мы видим сегодня приобрела свой вид в 1827 году после мощного землетрясения после него она полтора века стояла нетронутой сейчас нам идут реставрационные работы большинство существующих укреплений датируются шестнадцатым 17 веками а вот церковь святого николая расположенная внутри крепостных стен датируется двенадцатым веком правда в 1996 году она была отреставрирована дальше у нас по плану ботанический сад зашли в ботанический сад по 4 лари отдали на человека ну принципе очень экономично памятник mother georgia мать грузия и лестница все кто гулял в ботаническом саду говорят что красиво классно идите мне кстати рекомендовал сразу посетить ботанический сад эльдар эльдар из нашей компании смапс который сейчас живет в бангкоке в таиланде раньше он жил в грузии здесь в тбилиси вот он сказал сказал егор двигай сюда и смотри мы кстати с эльдаром делали очень классный выпуск из таиланда про тайский бокс если вдруг вы любите боевые виды искусства вот то можете посмотреть этот выпуск очень крутой выпуск у нас работали над ним месяца три наверное мы вот считаю что получилось очень очень классно мы занимаемся smart education зарубежным образованием вы с нами можете всегда выбрать учебное заведение за границей любое школу колледж лагерь университет все что хотите спортивные кемпы различные мы сами организуем в разных странах наши детские лагеря вот в этом году тоже делали турции англии до сих пор делаем у нас несколько заездов с нашими групп лидерами с нашими вожатыми в очень классных учебных заведениях согласно картам тифлиса старое название тбилиси 17 18 веков в разных частях нынешнего ботанического сада уже были разбиты три небольших сада никогда принадлежавших царям советское время тбилисский ботанический сад продолжал развиваться и превратился в крупный научно-исследовательский институт в советский период сад был значительно расширен и стал площадкой для изучения ботаники и экологии сейчас здесь более трех с половиной тысяч видов растений привезенных со всего мира вон водопад под нами сейчас болен так вы хотелось бы искупаться конечно и вот я так понимаю что весь этот путь он туда прямо вниз идет к воде видите идет все это дорожка закручена до ботанический сад это конечно джунгли в городе когда жара за 30 здесь ну вы знаете здесь очень много зелени тени зелени да многое прям удивил наверное сейчас но реально как джунгли сделано специально здесь допустим вырыты такие траншеи и по ним идет вода то есть помало того что у вас река больше наверно даже большой ручей да вот мостики разные все в тени вот вы видите и здесь совсем другая атмосфера здесь уже люди многие на лавочках сидят лежат отдыхают уже когда жарко конечно здесь прям очень классно погулять спокойно можно час-два походи здесь отдохнуть плюс стоят краники с водой то есть не выкидывайте свои бутылки а я так сделал я взял бутылку воды выпил ну и мусорку и и выкинул а здесь везде краники можно набрать водичку что я считаю очень полезно боржоми сразу такой краник раз боржоми там карта ботанического сада посмотрите такой немаленький до 1845 года памятник mother georgia так вот этот все маршрут у нас и в этот пункт где что мы можем останавливаться где что есть а здесь как какое-то будущее попадаешь или в марвел на съемке марвел смотрите здесь тони старк живет грузинский тони старкидзе вот так называемого а 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 кактусы я не буду их трогать Вот растут здесь, смотрите. Ай, я тебя подругал, колючек. Везде, вот смотрите. А вот Старкидзе, то не Старкидзе там у нас. Здесь, наверное, должно быть озеро, но его нет. Оно может пересохло. Поднимаемся. Чем-то здесь такие рельефы мне напоминают, знаете что, наверное, Тоскану, Тоскану, Флоренцию, вот эти вот места. Смотрите. Я уже поднялся оттуда. Короче, был я где-то там, спустился вдоль ручья сюда. Кто не поднялся, зашел. И вот сейчас здесь по холмам. Как в парке, так и на выходе из парка. То есть парк заканчивается. Вот здесь такие здания. Я, честно говоря, не знаю, что это. Жилое, это музей, офисное помещение. Понятия не имею. Но очень такая классная архитектура. И здесь, и вот дом Тони Старка, о котором мы говорили. Извините, Тони Старкидзе. Вот. И вот это вот тоже еще один такой пример архитектуры очень современной, классной. Лично мне очень нравится сочетание вот этой всей архитектуры. То, что здесь есть у вас и вот эти крепости полуразрушенные, и храмы двенадцатого века. Вот. То есть старинные здания, дворцы. И при этом вот такая вот суперсовременная хай-тек архитектура, напоминающая какие-то фильмы Марвела. Вот какие-то их штаб-квартиры. Вот. Очень-очень прикольно. Поднялись мы на фуникулере. Зашли, вот как я вам сказал, в сад. Погуляли пару часов в саду. Вышли с другого входа. И он, скорее всего, парадный. И здесь, где мы вышли, здесь сразу же идет лестница. И можно пройти вдоль скалы вниз, туда сразу в центр, в город, туда к ваннам. А если тоже незаметную такую лесенку вдоль скалы увидеть, то вот как раз рядом с мороженым, с мороженчиками винными, которые винное мороженое продают, мороженое из вина никто не хочет. Сразу же вот эта лестница, и она ведет вот такую тропу, тропа в гору, вдоль скалы и вдоль крепости. То есть вы можете пройти снаружи крепости. Это все абсолютно бесплатно. Вот. Можно как бы здесь вот прогуляться. Смотрите. Смотрите, какой здесь вид. И вот у нас ниже город. Настя со мной не пошла. Она сказала, иди в баню. Я говорю, надоело мне с тобой по всем этим лестницам шататься. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И дальше от Ботанического сада. Вот как раз я продолжаю свой маршрут. И здесь вы не заблудитесь. Это, в принципе, единственная дорога. Называется она Botanical Street. Ботаническая улица. Посмотрите, какая улица. Просто бомба. И вот здесь сфоткаться, какие-нибудь классные кадры сделать. Домики такие, видите. Конечно же, с балкончиками, с этими, со всеми. Улочки, лесенки такие. Кафушечки. Вот так вот во дворик. Раз, куда-то зашел. Вот, кстати, Botanical Garden, видите, показывает. После прогулки по Ботаническому саду вы можете спуститься от крепости Нарикала в район Абанатубани. О чем говорит вам название? Ну, что-то здесь точно должно быть связано с банями. Абанатубани – один из самых колоритных и исторически насыщенных районов Белиси. Здесь как раз находятся серные источники и исторические бани. Само название переводится очень просто – район, бань. Когда придете сюда в баньку, имейте в виду, что люди здесь кайфуют с 4 века на минуточку. На протяжении своей истории тбилисские бани многократно разрушались и многократно реконструировались. Среди самых возрастных бань, которые функционируют, сейчас Ираклевская, 16 век. А еще Бебутовская, Казенная и Пестрая, 17 век. Сами бани – это низкие и приземистые строения. Внешне могут выглядеть как частично скрытые под землей. Снаружи видны лишь их полукруглые сфотчатые купола. На верхушке купола обычно размещена небольшая башенка с отверстиями, через которые в помещение проникает солнечный свет. Стены бань – это кирпич, полы. И ванны – это местный пористый камень. В более престижных зонах и ванных комнатах используется мрамор. Среди всех бань выделяется знаменитая Пестрая баня, известная еще как Арбелиановская или Голубая. Это отдельное строение со стрельчатым фасадом, отделанное яркой керамической плиткой. Его невозможно пропустить. Здесь в свое время побывали Дюма, Пушкин и даже Стинг. Если вы подойдете к зданию, то увидите табличку с фразой Пушкина. Друзья, если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Это будет лучшим комплиментом для канала. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, потому что большая часть зрителей смотрят мои видеоролики без подписки. А с подпиской вы первыми будете узнавать о выходе моих новых видеороликов. У меня также есть и второй канал, канал называется Smaps Education и он про зарубежное образование. Если вам интересна учеба за границей, выбрать детский лагерь, школу, колледж, университет за границей, обязательно подписывайтесь на канал. И напоминаю, что на нашем сайте www.smaps.ru вы можете подобрать для себя любое учебное заведение за рубежом и получить бесплатную консультацию в онлайне от нашего специалиста. Ну и по традиции все полезные ссылочки будут в описании к данному ролику. Субтитры создавал DimaTorzok